здравствуйте зовут меня лебедев андрей юрьевич я консультант аналитик компания кадрлан сегодня я буду вести этот вебинар ну вот кого-то знакомых уже вижу вот значит кто не знаком но вот представился значит по порядку ведения насчет как обычно у меня происходит у нас все будет происходить на демо базе функционал и какие-то общие принципы которые я хочу вам показать я буду показывать там по поводу вопросов вопросы вы можете мне писать в чат я буду его периодически смотреть то что можно ответить по ходу я соответственно отвечу по ходу ну и в конце я еще раз просмотрю вопросы на что там я смог ответить на что нет и мы там можем где-то и все времени хватит там или что-то сложно будет пообщаться голос вот ну вот такая преамбула и теперь то о чем мы будем с вами говорить сегодня сегодня мы с вами будем говорить о подсистеме ремонтов ну чаще еще используется такая аббревиатура как таир техническое обслуживание и ремонт и задача наша на сегодня посмотреть общую структуру вот это вот подсистемы и определиться с взаимодействием этой подсистемы с другими подсистемами компании другими по системе по системе 1с рп простить поскольку блок ремонтов он как бы не относится к основным к основным подсистемам он как-то стоит несколько обособлено а вот хотя вот что интересно я знаю где-то три случая когда внедрение пошаговое внедрение рп системы начинали как раз вот с этого самого ремонтного блока доводили его до там идеального состояния потом начинали подключать все остальное ну вот не уверен я что это конечно такое красивое решение но вот что интересно именно эти внедрения как раз самостоятельно подчеркиваю а вот это люди сами делали вот без помощи там 1с франчайзе и вот что интересно именно вот ситуации когда пошли таким путем вот этот подход оказался удачным насколько это так закономерно готов вам ответить вот ну и сразу хочу сказать что мы с вами сегодня вряд ли разберем полномасштабно весь функционал 1с рп части ремонтов у нас обочим то времени на это нет но я вот по результатам подготовки к вебинару уже так сказать ощутил что наверное надо делать какой-то дополнительный вебинар связанные с планированием ремонтов там тоже есть определенные нюансики которые надо учитывать а вот ну соответственно в конце этого вебинара я вас переспрошу насколько целесообразно подобное действие а теперь давайте я включу демонстрацию крана есть картиночка на вот и хорошо значит ну смотрите давайте я все закроем начнем так сказать с нуля во первых обычный вопрос который всегда задают в какой версии мы сейчас работаем мы сейчас используем версию 257 вот ну наверное это уже будет последний вебинар который я веду по этой версии и следующий я буду вести уже по версии 258 тем более что там есть определенные инновации связанные с давальщикими схемами а у нас как раз это и будет тематика вот значит где у нас расположен блок ремонтов каком разделе и просто так спрашиваю кто помнит вот нет значит вот это вот некая такая новация которая сейчас появилась не в блоке производства сейчас обслуживание ремонт перенесли в блок внеоборотные активы чтобы так сказать удивлялись но я не знаю насколько это вообще целесообразно тематически но все таки чисто вот по интерфейсу есть смысл потому что производство по менюшке было очень сильно перегружена внеоборотные активы напротив не догружены поэтому какой-то смысл здесь присутствует собственно говоря весь вот этот подразделчик вы здесь и видите по большому счету все у вас на экране значит какая еще новация вот здесь появилась появился общий журнал но это общий принцип по которому все разделы строятся все документы связаны с обслуживанием и ремонтом у нас теперь в едином журнале вот тут может не очень много документов которые здесь есть но по крайней мере вы все можете занести сюда кроме этого структуры раздела отдельно есть заказы на ремонт то есть основной плановый документ рабочее место планирование ремонтных работ ну и насчет три справочника объекта эксплуатации узлы объектов эксплуатации вида ремонтов ну и можем посмотреть здесь вы нас и есть еще виды дефектов показатели наработки еще пару справочников вы видите здесь собственно говоря вот вся структура под системы она достаточно простенькая что может эта подсистема ну давайте во первых познакомлю вас с основным справочником объекта эксплуатации сразу хочу вам сказать по сути дело одно и то же вот основные средства объекта эксплуатации насчет системе я говорю только пока о том что вы видите в меню естественно структура системы она несколько сложнее давайте сейчас не углубляться чтобы никого не запутать какие-то справочники они просто не видны в интерфейсе они видны уже непосредственно при работе с теми или иными объект но в целом вы правы конечно значит и так объекта эксплуатации при создании объекта эксплуатации но я здесь вот в рамках подготовки это уже сделал я создал вот такой вот объект эксплуатации фрезерный станок 001 и здесь мы сразу с вами видим класс объекта эксплуатации это основное нас и которое нужно для ввода объектов эксплуатации собственно говоря все планирование все что только есть системе по ремонтам завязано именно на вот этот вот класс значит мы подробно с вами разбирать сейчас это не будем я просто поясню вам что для чего если вы это не знаете значит все ремонтные мероприятия которые можно ввести и нормировать системе они находятся вот здесь в видах ремонтов не вид ремонтов предполагает указание материалов работ который используется в ходе выполнения мероприятия по обслуживанию ремонта и указание трудозатрат значит настройки связанные с планированием как я вам и сказал мы сейчас разбирать не будем значит акцентирую ваше внимание на то что мы указываем материальные расходы связанные с ремонтом мы указываем трудозатраты значит по сути вот эти вот закладки по содержанию ничем не отличаются тех которые используются в производственном блоке собственно говоря тут тот же самый справочник используется по виду работы вот эти вот ремонты которые вы здесь укажите они далее пару слов скажу значит узлы объектов эксплуатации они функциональной точки зрения более интересны как раз для планирования это видимо будет следующий вебинар сейчас сегодня как я и сказал в основном мы поговорим по общей структуре раздела и по взаимосвязи с другим разделом на большее просто время не хватит значит вот здесь смотрите опять сейчас я это показывать не буду это относится к планированию вы можете задать какое какие-то закономерности проведения ремонтных мероприятий на вот этих вот двух закладках ремонтный цикл и прочие ремонты ремонтный цикл и прочие ремонты ремонтный цикл эта ситуация когда у вас идет цикл из нескольких последующих последовательных мероприятий прочие ремонты но это некое дополнение которое не выносится в основной ремонтный цикл но условно говоря самый простой пример вы я думаю представляете себе что машина там существует то 1 то 2 то 3 то 4 значит это как-то обычно привязывается к пробегу плюс там два раза в год вы меняете резину с зимний на летний наоборот вот эти вот то как раз можно включить в ремонтный цикл а замена раз в полгода значит отнести к прочим ремонт вот они могут быть соответственно независимы причем показатели наработки они также могут влиять на ремонтный цикл как я и сказал вот эти вот ремонтные мероприятия они могут отталкиваться как от времени так и от значения показателя наработки для того чтобы у нас эти показатели наработки функционировали нам надо создавать системе особый документ вот наработок вот причем вот здесь как раз будет играть значение объект эксплуатации узел объекта эксплуатации о котором вы сейчас управляете мы можем сделать так что ремонта которые указаны для узла объекта эксплуатации будут использовать наработку для объекта эксплуатации в целом контроля реквизитов это служебный такой служебная закладочка она просто позволяет так указать обязательное значение того или иного реквизита в объекте эксплуатации ну и значит обращая ваше внимание что тут существует еще под класс значит под класс позволяет вот этот ремонтный цикл и прочие ремонты в рамках одного класса немножко разнообразие сделать несколько версий ну естественно тогда как-то под класс тоже надо будет сдавать так но вот конспективно мы пробежались по этой структуре значит еще я хочу обратить ваше внимание на вот это вот настройку подразделения осуществляющий ремонт это подразделение она будет потом указываться в соответствующих документах ремонта но это я как раз буду вам показывать вот настройки связанные с чисто с основными средствами сейчас вами разбирать не будем и обратите внимание что мы здесь можем задать статьи для отражения материальных затрат и трудовых затрат связанных с ремонтными мероприятиями хотя хотя тут есть один нюанс который надо учитывать значит если вы посмотрите вид ремонта я вам говорил чуть раньше то здесь есть вот такая вот настройку общий вид ремонт что это такое общий вид ремонта как раз и определяет процесс отражения расходов здесь у нас стоит по настройке объектов эксплуатации следовательно будут работать именно те статьи расходов которые я сейчас вам показал но в принципе можно указать что расходы на вот данный конкретный ремонт он отражается на какая конкретную статью расходов значит вот этот переключатель он регулируется как раз общий вид ремонт ну я сейчас ничего менять не буду значит что еще здесь осталось из таких сложностей которые имеют на которых имеет смысл остановиться обратите внимание что здесь я еще указал указал рабочий центр рабочий центр то есть мало того что у нас есть объект эксплуатации фрезерный станок 001 помимо этого блочек производства у нас существует рабочий центр станок фрезерный 01 расположены в цехе 41 и вот это вот сущность она непосредственно связана с объектом эксплуатации которые я вам сейчас показал вот это это не одно и то же это разные понятия но мы вот здесь в рабочих центрах можем установить соответствующую взаимосвязь ну и коль скоро уже был задан вопрос у нас существуют узлы объектов эксплуатации что это такое узел объектов эксплуатации это вот такой вот кусок объекта эксплуатации для которого мы задаем какие-то свои параметры связанные с ремонтом если мы создадим какой-то узел объекта эксплуатации мы увидим что узел привязан к конкретному объекту эксплуатации и для узла мы можем задать какие-то под классы со своими ремонтирующими подразделениями статьями расходу на ремонт вот ну например если у нас скажем ну станок это не совсем может быть корректная вещь ну например автокран у него узлом может быть вот как раз его крановая часть то есть как бы машина сама по себе а вот кран он сам по себе вот и для этих вот двух частей мы можем задать какие-то свои закономерности ремонтных мероприятий свои виды ремонта вот причем мы можем как отдельно наработку создавать для узла так и привязать узел к наработке объекта в целом то есть наработку вводите один раз но они будут действовать на как бы обе части и еще один нюанс который тут ну собственно говоря вот видите это как раз они немножко другое ладно сейчас не будем на этом останавливаться кроме того значит обратите внимание что узел объекта эксплуатации он может еще и переноситься с одного объекта эксплуатации на другой вот такая вот кратенько общая структура чего вообще здесь есть а теперь вот от этой общей структуры мы давайте пойдем к тому что с этим совсем можно делать сразу хочу вам сказать что блок таир вот стандартный блок таир в 1s rp он обладает определенной ограниченной функциональности то есть что здесь можно сделать здесь можно реализовать концепцию тамир ремонт по инциденту и ремонт по работе ремонт соответствия спланировать не умеет 1s rp точнее ее блок таир не умеет работать с состояниями объекта скажем есть специфическая конфигурация 1s tair там это вот как раз есть не умеет работать с рисками но вот эти вот два подхода базовых наиболее часто встречающих здесь реализован я в программе когда писал всю эту программу я говорил что существует три варианта оформления ремонта что это варианты ну во первых давайте мы все таки будем отталкиваться от инцидентов и в этом случае начинается все с чего начинается все с фиксации инцидентов класса объектов эксплуатации почти всегда повторяют наименование проще вот смотрите что такое класс хоть объекта эксплуатации хоть узлат объект эксплуатации это Это как бы безразлично. Это инструкция по эксплуатации, которая прикладывается к тому или иному оборудованию. Вот вы оборудование получили от поставщика, он вам дал инструкцию об эксплуатации. Чего там надо делать, чего там делать не надо. В том числе, если вы инструкцию по эксплуатации машины смотрели, там есть и описание, какие ремонты, какое ТО, в какие сроки надо делать. Вот это класс объектов эксплуатации. По сути дела, класс объектов эксплуатации – это перенесение в систему вот этой инструкции по эксплуатации к объекту. Значит, собственно, объекты эксплуатации и узлы объекта эксплуатации – это уже реальные сущности. Узел вы выделяете в том случае, если предполагается перенос, о котором я говорил, либо если предполагаются какие-то особые закономерности. Отдельная фиксация на работе, отдельно вы читаете пробег машины, отдельно часы работы крана. Вот в этом случае имеет смысл машину и кран поделить на две сущности. Если предполагается возможность переноса, если есть какие-то особенности планирования, отдельно надо посчитать графики, ну вот в этом случае у вас появляется узел объекта. Что касается наименования, ну здесь нет каких-то жестких правил. Но обычно, если речь идет о названии класса, название всегда делают достаточно обобщенным и во множественном числе. Если речь идет об объекте или узле, название всегда в единичном числе и конкретное. Иногда используются уже прямо в названии какие-то там инвентарные номера, номера производителя, которые есть на оборудовании. Насколько имеет смысл связывать наименование узла объекта эксплуатации с собственным объектом эксплуатации, я не знаю. Это опять-таки будет зависеть от ситуации, потому что если действительно у вас этот узел, он отличается какими-то особенностями планирования, но он жестко привязан к данному транспортному средству. Ну вот как кран, да. Вы его так просто с транспортного средства не снимете. Вот. В этом случае, да, имеет смысл там написать, что это кран, там автотранспортный номер такой-то. Если речь идет о каком-то легко переносимом оборудовании, ну не знаю, оснастка какая-то к станку, да, какое-то там, не знаю, навесное оборудование к погрузчику, в этом случае я вот такую связку делать особого смысла не вижу. Но это уже не столько то, что связано с особенностями системы, ну сколько ваш подход к учету как таковому. Итак, вернемся к тому, о чем мы остановились. С чего у нас начинается все? У нас начинается с фиксации дефекта. Для этого в системе существует документ, который называется регистрация дефекта. Естественно, вы можете, скажем, этим пренебречь, сразу делать заказ на ремонт, но в общем и целом вот такой вот подход, он достаточно удобен для организации работы. Ну, естественно, если все готовы использовать непосредственно систему в этой работе. Итак, давайте я укажу фрезерный станок. Ну, краткое описание дефекта. Потекло масло какое-то там из этого станка. Вот, укажем организацию, вот, укажем там какой-нибудь срок, но это не столь обязательно, укажем подразделение, в котором он находится. При необходимости можем задать виды дефектов, но вид дефектов это уже вспомогательный справочник для того, чтобы там в отчетах как-то красиво у нас аналитика получалась. Можем дефектные узлы там дополнительно указать, расшифровать. Ну, это уже какие-то детали. Главное, мы здесь с вами заполнили. Значит, статус зарегистрирован. Ну, это, я думаю, понятно. Зарегистрировали дефект. Статус отклонен, признан. Ну, тоже, я надеюсь, понятно. Отложено устранение, если есть какая-то отсрочка по какой-то причине. И, наконец, устранен это завершающий статус. Ну, давайте поставим признан, дефект действительно есть. И вот теперь я указываю вам на очень важную настройку, которая есть в этом документе. Настройка, способ устранения, да, реквизит способ устранения. Если у нас стоит, устраняется на месте, то мы с вами можем дальше сделать следующее. Создать внутреннее потребление, указать, что именно мы использовали для того, чтобы устранить вот этот самый дефект, указать ТМЦ, который у нас используется для устранения, указать статью списания. Вот. Ну, по сути дела, мы создаем обычное внутреннее потребление. И вот это вот создание внутреннего потребления фиксирует у нас расход. Это стандартный функционал блока финансовый результат. Я вот даже тут сделал соответствующую статью расхода на ремонт. Ну, и, наверное, там аналитикой здесь удобно сделать как раз объекты эксплуатации. Вот, в принципе, это все. То есть вы фиксируете дефект, дальше создаете списание на расходы, да, фиксируете списание материальных расходов. И это и есть первый способ, с помощью которого вы можете оформить ремонт в системе. Он простенький, но он вполне достаточный. Получили расходы, зафиксировали появление расходов на какой-то статье. Статья пошла в финансовую аналитику, ну и на этом все. Вот это вот простейший первый способ. Если идти сложнее, если идти сложнее, у нас есть второй способ. Мы можем здесь установить, требуется ремонт. В этом случае мы на основании регистрации дефекта можем создать уже не внутреннее потребление, а заказ на ремонт. Ключевое слово здесь – заказ. Ключевое слово здесь – заказ. То есть это, по сути дела, есть не что иное, а как плановый документ. Плановый документ. Значит, в плановом документе мы можем использовать ранее нами введенный вид ремонта. То есть он не только для того, чтобы ТАИР планировать, но и это просто может быть какое-то типовое мероприятие. Мы его нормируем таким образом. По ремонту мы можем заполнить материалы. Естественно, нам надо будет указать, с какого склада мы это берем. Это автоматизируется, но это уже немножко другой вопрос. Мы здесь у нас есть ссылка на дефект, который мы будем устранять. И, соответственно, мы здесь можем запланировать остановку рабочего центра. Вы здесь видите, что у нас есть станок фрезерный. Предположим, мы собираемся до 27 числа его останавливать. И мы видим... Мы видим здесь указания, что... Давайте я это проведу. Так, организацию не указал. Вот это. Мы видим здесь предупреждение, что у нас этот станок завязан на определенную рабочий центр. И мы должны эту загруженность согласовать с рабочим центром. Значит, что дальше происходит после того, как создан заказ на ремонт? На самом деле, здесь достаточно простенький набор статусов. Создан к выполнению, выполняется закрыт. Значит, но еще раз я напоминаю, что это только заказ, который не делает никаких товародвижений. Если вы хотите на основании этого заказа создавать уже какие-то реальные документы, здесь вы видите, что для того, чтобы зафиксировать какие-то реальные расходы, нам опять надо будет создавать внутреннее потребление сотрудников, внутреннее потребление товаров. Ну, с выработкой сотрудников отдельная история, к ней мы чуть позже вернемся. То есть, опять у нас все завязывается на внутреннее потребление. Расходы у нас идут именно через списание на расходы. Сделанный нам сейчас документ, он важен только для целей планирования. Какой еще есть у нас вариант? Еще у нас есть вариант создать заказ на производство. Вот в этом случае мы уже можем запустить полноценное планирование с резервированием времени, с расположением этого всего безобразия в графике. Единственное, что вот здесь я не совсем правильно, наверное, сделал. У нас сейчас здесь идет изготовление и сборка. Вероятно, что здесь более уместен вот этот вариант ремонта. Вот это третий вариант. То есть, мы можем просто зафиксировать внутреннее потребление, можем зафиксировать заказ на ремонт и внутреннее потребление, можем зафиксировать заказ на ремонт, заказ на производство, ну и дальше зафиксировать полномасштабный производственный процесс, связанный с ремонтной деятельностью. Так, значит, что у нас еще осталось, что я не упомянул? Ну, во-первых, по поводу потребности в ТМЦ. Значит, по поводу потребности в ТМЦ здесь все просто. Идет ровно те же самые действия, которые предусмотрены для управления потребностью во всей системе. У меня даже была серия, по-моему, статей, связанных с потребностями. Ну, вот заказ на ремонт – это один из тех заказов, которые в состоянии генерировать потребность на соответствующем складе. Значит, что касается производственного планирования. Значит, связка здесь достаточно условная. Если вы посмотрите, значит, по поводу на доступность видов рабочих центров, давайте сейчас заполним доступность. Значит, мы увидим, что у нас что-то не так только при просмотре графика рабочего центра. Значит, вот посмотрите, значит, мы смотрим 24 числа, и мы видим, что у нас здесь 8 часов выделено красным цветом. Вот, то есть здесь у нас предполагается какая-то остановка. Учесть ее, к сожалению, получится только вручную. То есть до этого пока не дошли, хотя, значит, ну, какая-то логика в этом должна все-таки присутствовать. Вот, в принципе, имеет, конечно, смысл совмещать и планирование ремонтов, и планирование доступности видов рабочих центров. Но здесь немножечко по-другому это устроено. Это, соответственно, я вам постараюсь показать на следующем вебинаре. Значит, какой еще здесь есть, ну, вот такой вот атовизм, что ли. Значит, здесь у нас стоит возможность создания и выработки сотрудников. Так, ну, я могу создать, выполняется. Значит, ну, вот. Обратите внимание, давайте сейчас попробую сдвинуть. Выработка сотрудников. По выработке сотрудников оформление не требуется. Значит, несмотря на то, что время там указано, при рабочих через заказ на ремонт, время работы сотрудников учитываться не будет. Значит, если вы хотите учитывать трудозатраты, необходимо уже работать через заказ на производство и учитывать трудозатраты там. Ну, вот, собственно говоря, мы с вами пробежались по общей структуре. И теперь давайте в качестве завершения у нас, в принципе-то, время уже подходит к концу, как я и говорил. Хватило только на общий обзор. Значит, давайте мы с вами в качестве завершения еще раз повторим вопросы взаимосвязи с другими системами. Каким образом взаимосвязана система ремонтов с системой внеоборотных активов, ну, и, соответственно, регламентированного учета. Основная связка здесь состоит в том, что используется общий справочник, единый для основных средств и для объектов эксплуатации. Вот, соответственно, система вот эти вот два понятия не разделяет. Значит, что касается каких-то связанных проблем, ну, то же самое начисление амортизации, это уже решается путем настроек соответствующих статей расходов. То есть связь с регучетом, это в первую очередь общий справочник. Связь с системой финансового результата, ну, и, соответственно, формирование расходов. Здесь связь вся упирается в документ внутреннее потребление. Ну, соответственно, если мы говорим о том, что запускается какой-то производственный процесс, ну, соответственно, связь с финансовым результатом целиком и полностью будет идти через функционал данного блока, блок производства. Связь с блоком производства. Связь с блоком производства – это связь между объектом эксплуатации и рабочим центром. Соответственно, система позволяет увидеть вот эту вот связку между объектом эксплуатации и рабочим центром. И, ну, к сожалению, только в ручном режиме, учесть, что тот или иной рабочий центр не будет в полной мере доступен в том или ином периоде. Это, соответственно, видно и по, и в планировании времени доступности, и это видно при работе с заказом на ремонт. То есть заказ на ремонт показывает, что вот тут достучаться до станка может быть не так-то просто. Так, ну вот базово то, что я хотел, я вам рассказал. Значит, какие вопросы у вас появились? Так. С мобильного приложения, ну, конечно, хотелось бы. Только вот я могу воспроизвести мобильное приложение, но оно, ну, в смысле, на компьютере, чтобы вам это показать. Вот. Но работает оно очень тяжело, поэтому, ну, даже не знаю. В принципе, можно. Вот. Я могу там, значит, через эмуляцию запустить мобильный клиент, там, расшарить экран, показать. Ну, не знаю, если есть смысл, могу, конечно, попробовать. Ремонт на перекрестке трех подсистем. Я только что их называл, Светлана. То есть это система регламентированного учета, подсистема регламентированного учета, подсистема производства, подсистема финансового результата и контролинга. Ну, на самом деле, есть еще подсистема зарплаты. Но с подсистемой зарплаты все происходит достаточно стандартно, как это идет в модуле производства. Поэтому можно ограничиться вот этими тремя. Производство, финрезультаты, регламентированное учет. Так, ну, если вопросов нет, значит, я еще раз хочу, значит, вас спросить, о чем вы хотели бы еще услышать, потому что у нас практически все мои вебинары, они вырастают из тех вопросов, которые вы мне задаете здесь. Поэтому, если что-то хотите, вы спрашивайте, пожалуйста. Значит, пока вот у меня в планах по ремонтам, это планирование ремонтов. То есть, там мы посмотрим, как фиксируется наработка, вот, как работает рабочее место планирования ремонтов. Ну, еще там пару нюансов. Значит, по поводу через мобильное приложение, ну, вот тут как бы не хотелось только ради регистрации дефекта, значит, вот все запускать. Я делал, ну, пошел вот этим путем, показывал работу с мобильным приложением, но это было, когда я показывал работу службы доставки в 1С ERP, там есть такой функционал, и он как раз в первую очередь на мобильное приложение ориентирован. Значит, для отражения в ERP гарантийных ремонтов. Вот, смотрите. Значит, я вам сказал, что справочник объекта эксплуатации и справочник основные средства, это справочник один и тот же, но не совсем, потому что объект эксплуатации, он может быть не привязан к ОС. и если речь идет о том, что у вас, у каких-то клиентов есть какое-то оборудование, которое вы должны периодически обслуживать, не по их запросу, а по вашим расчетам, вы, в принципе, вот обслуживание такого оборудования, вы тоже можете вести, ну, планировать в вашей системе. Это да. Значит, вопрос, что делать с расходами? А расходы в этом случае надо относить на какую-то конкретную статью и здесь мы опять-таки приходим к тому, что нам что-то надо делать с финансовой аналитикой. То есть, у вас, вероятно, появляется какая-то статья, там, ремонты у клиентов, вы, соответственно, на эту статью все будете списывать. Другой вариант. Значит, если вы делаете платный ремонт, вы можете производить какую-то работу, вы можете производить работу, ну, в этом случае это, собственно говоря, уже будет не ТАИР, а какая-то там производственная деятельность, и эту плановую работу вы, соответственно, можете продавать клиенту. Но это для платного ремонта, для бесплатного, гарантийного, опять-таки, эту работу списывать на какую-то статью. Ну, и последнее, что связано с гарантийным ремонтом, существует такой подход, он, ну, не всегда не используется, но бывает. Значит, бывает ситуация, когда, значит, определенные расходы, они, ну, вот, затраты связанные с гарантийными ремонтами, они уже учитываются при выпуске. То есть, при выпуске закладывается определенный процент, связанный с последующей работой по гарантии. Но это чисто для того, чтобы учитывать, там, укладываемся мы в бюджет или нет. Еще вопрос. Так, ну, если вопросов, пожеланий больше нету, то так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу. Вы знаете, вот хороший вопрос. Дело в том, что у меня с полгода назад, с полгода назад была такая задача на одном оборонном предприятии. Я не буду подгружаться в детали по понятным причинам. Значит, в принципе, в принципе, при обнаружении дефекта, при обнаружении дефекта, значит, что происходило? Как правило, как правило, дефект, это либо контроль на дефект, там по-разному было, там и водой, и воздухом, там по-разному контролировали. Значит, появление вот этого дефекта, это отдельный этап или отдельная операция в рамках этапа, то есть проведение проверки. Вот, причем по итогам проверки, по итогам проверки, может быть вместо соответствующего полуфабриката может быть выпущен тот же самый полуфабрикат, но бракованный. То есть в этом случае в этапе фиксируется, что выпускается брак, а не готовая, а не нормальная продукция. Соответственно, брак потом либо металлолом, либо там на доработку, там, бывает ситуация, там, что-то дошлифовывают, еще что-то. Вот. И снова возвращают в рабочий процесс. То есть, как правило, это вот отдельная операция, отдельный этап с выпуском брака на нем. У нас по браку, работе с браком внутри производственного процесса вебинар был. Вот. Значит, вот по мобильному приложению вообще, да, наверное, использование мобильного приложения в производстве, может, имеет смысл что-то такое сделать. Я подумаю. Просто здесь уже надо будет, наверное, подбирать что-то из тех решений, которые мы внедряли. Вот. А на производстве это не так часто. Вот на складе, да, там мобильные приложения очень часто используются. В производственном процессе, в ремонтах я очень часто, ну, не очень часто, но пара-тройка таких проектов было. Там специфика была такая, там выездная деятельность, то есть, там не в цеху фиксируется брак, а или ремонт, а выезжают на объект и там по месту там смотрят, что не работает и, соответственно, на мобильном приложении фиксируется это все. Но там в итоге люди все-таки решили использовать 1С Таир. Вот. Контроль нормативных посмотрю. Посмотрю. Хороший вопрос. Понимаете, с операциями есть определенная сложность. Дело в том, что в 1СРП вот этот вот уровень операции, он, конечно, есть. Но в том, то все и дело, что он, скажем так, просто разлинован. его можно, скажем так, включить там в определенных задачах в 1С, там на 1С-консультанте есть такое. Вот. Его можно включить, но работать так будет неудобно. То есть, ну, вы представьте себе, что там каждую операцию на станке там рабочие подходят, там кнопки тычут, фиксируют. Вот. Это как бы не лучший вариант, поэтому, как правило, вспоминают об операционном уровне в том случае, если есть соответствующее оборудование, которое выполнение операции фиксирует в автоматическом режиме. То есть, ну, либо оборудование там само что-то смотрит, либо просто кнопку там надо нажать и это все в 1С уходит. То есть, ну, скорее как, скорее это вопрос больше в интеграцию спускается. Вы имеете в виду 1С Месс? 1С Месс, ну, да, в принципе, VRP функционал 1С Месс, он есть, то есть, это можно делать. Я в свое время пытался сравнить 1С Месс и Месс функционал VRP, но, по сути дела, 1С Месс, он к VRP-шному функционалу, ну, почти ничего не дает, на мой взгляд. Проще единый блок использовать. переход с УПП на ERP, ну, да, а специфика ваша не скажете? Что у вас за производство? Кабельная продукция? Вполне. Там как раз фиксация операций вполне возможно. Я работал, так сказать, со смежными с вашими смежниками, что называется. У них генераторная продукция, вот, но они, по-моему, до этого не добрались пока, то есть они на уровне этапов остановились, хотя достаточно подробно, хотя достаточно там глубоко копали, очень много нюансов использовали в планировании. Ну, на кабельном, да, должно быть. Там, я так понимаю, у вас достаточно высокий уровень автоматизации должен быть. Вполне. Кажется, я даже видел вас там в их списке поставщиков. хорошо, я понял вас. Ну, у нас как-то уже прямое общение начинается, я думаю, что тогда давайте не будем никого больше держать, тем более, что у нас как бы и время уже поджимает, сейчас менеджер будет уже дергать. Так, если вопросов нету, спасибо большое, приходите на другие вебинары. !